Особое мнение на 101FM Благодарим за то, что пришли. Мы с вами впервые встречаемся в этой студии после вашего избрания. Скажите, она того стоила, Госдума? Вот той сумасшедшей работы, которую вы проводили в предвыборное время. А мы это видели, и Саша, и я, потому что пересекались и в полях. И вот хотелось бы теперь узнать, оправдала себя эта борьба? Еще раз добрый день. Действительно, сегодня я первый раз в вашей студии. Надеюсь, что и последний. Будем сотрудничать на вопрос ваш. Значит, работа не прекращалась ни на один день, а стала даже еще и больше. Вы прекрасно следите за той работой, которая проходит в парламенте. И седьмой созыв Государственной Думы, в которую я вошел от Кировской области, показывает такую динамику, что все удивляются. Потому что наши старожилы, которые сидят в Думе давно, они не помнят такой интенсивной работы, которая проходит сегодня в Государственной Думе. Володин Вячеслав Викторович, который сегодня является председателем Государственной Думы, он задал такой темп, что мы все подстроились под этот ритм и трудимся с утра до вечера. Даже поставили несколько рекордов за последние 25 лет существования Государственной Думы. Работали, нарушая экзот, кстати, по 10 часов. И это было буквально неделю назад, когда принимался в первом чтении бюджет и до этого. Поэтому дисциплина – это хорошо. Нам к ней не привыкать, потому что работой нас не испугать. Мы любим работать. И то доверие, которое сегодня оказано мне, нашим жителями Кировской области и конкретно 105 округа, оно будет оправдано, потому что все делается для того, чтобы выполнить те наказы и поручения наших избирателей. Когда мы с вами беседовали в августе о планах в Госдуме, в случае вашего избрания, мы еще не знали, что это будет комитет по безопасности, в который вы сейчас входите. И тем более не знали про задержание министра Улюкаева, о котором все сейчас говорят. Говорят, строя различные версии о причинах этих событий, как вы их можете прокомментировать? Наверное, можно иметь в виду не только Улюкаева, а вообще громкие задержания по коррупционным статьям последнего времени. Ну, вы знаете, да, что принята государственная программа по противодействию коррупции. Я как член комитета по безопасности и противодействию коррупции, который вошел в Государственной Думе, работа велась и ведется. Сегодня создана комиссия при администрации президента, которую возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайна. И в целом та политика, которая сегодня принята в государстве в отношении вот таких громких дел, как министр экономики, работа будет вестись. А у нас сегодня законы приняты, они достаточно жесткие и строгие. Это 15 лет с конфискацией. Ну, я хотел бы сказать такую вещь, да, что вот относительно Улюкаева, что сегодня обвинить человека может только по решению суда. Версии разные, но это говорит о том, что несмотря ни на занимаемую должность, будь то министр, депутат, губернатор, наказание обязательно будет в отношении тех чиновников и людей, которые нарушают законодательство. То есть коррупция – это бич, коррупция – это огромная проблема в нашей стране. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин на встречах, значит, по встрече с населением, да, потому что действительно это разъедает экономику. И самое главное, что это деморализует общество. Люди перестают верить. Это, я считаю, что это самая большая беда, когда люди перестают верить во власть. И те, кто дискредитирует эту власть, они, конечно, должны быть наказаны самым жестким образом. Рахим Азимов, депутат Государственной Думы от Кировской области в нашей студии сегодня. На днях Госдумы приняла в первом чтении бюджет на 17-19 годы. Оптимальный, но жесткий. Именно так его охарактеризовал Вячеслав Володин, председатель Госдумы. Как лично вы его оцениваете и чего ждать от такого бюджета жителям Кировской области? Я соглашусь с вами, Александр, что действительно бюджет очень жесткий, консервативный. Параметры бюджета известны. Доходная часть получается где-то 13,5 триллионов рублей. Расходы чуть больше. Есть пробелы. Дефицит в бюджете, который будет покрываться за счет фондов, которые были созданы, когда и нефть была подороже, и газ был. Цена на энергоносители были выше. Но, как говорил и Владимир Владимирович Путин, и при встрече нашей фракции с руководителем партии «Единая Россия» Дмитрием Анатольевичем Медведевым, все социальные обязательства, которые были у государства, они будут выполнены. И вы прекрасно знаете, что мы буквально недавно приняли закон о индексации пенсионерам, которые получат по 5 тысяч рублей с 1 февраля. Будет оказана помощь регионам в проведении летнего отдыха. Исполнение, соответственно, майских указов президента, которые были подписаны в 2012 году нашим президентом. Мы прекрасно знаем проблему нашего региона с кредитами. То есть у нас большие долги, и таких регионов, как мы, ну не один, десяток в Российской Федерации. И сегодня было принято решение, что изыскать средства, чтобы помочь регионам получить бюджетные кредиты, займы, взамен коммерческих кредитов, которые сегодня, ну, стоят недешево, в пределах 9-10%. Поэтому все эти моменты учтены в бюджете. Ну, надо заметить, что еще только первое чтение, а будет и второе, и третье. И в ходе вот той работы, которая будет продолжена по обсуждению бюджета, будут доведены до тех параметров, чтобы учесть все проблемы, которые озвучиваются в ходе встреч, в ходе парламентских слушаний. Поэтому, ну, мы же все понимаем, что происходит в мире. Сегодня кризис экономический. У нас есть проблемы по периметру нашей страны, да, там пресловутые эти санкции тоже. Поэтому, несмотря ни на что, правительство, президент, партия Единая Россия делает все, чтобы наши люди чувствовали себя в комфорте, в уюте. И еще раз я говорю, что все взятые на себя обязательства в плане социальных программ будут государством выполнены. Это, наверное, основные вопросы, которые задают ваши избиратели, когда вы находитесь в поездках в районы. Насколько мы понимаем, вы только что оттуда вернулись. Да, я, насколько знаю, Рахим, вы до выборов объездили многие районы в нашем регионе. И чего греха таить, некоторые там злопыхатели в сети, не только в сети, люди в районах говорили, вот, Азимов изберется в Госдуму, и мы его больше здесь не увидим. А нет, увидели, услышали. Вот что волнует людей на местах, в районах, и в частности, как они относятся к проекту поддержки местных инициатив? То есть аббревиатура уже известна, ППМИ, да? Вот что на этот счет люди говорят на местах? Ну, они обеспокоены тем, что, опять же, ходят слухи, значит, версии, что прекращена эта программа. Вы знаете, мы в рамках местных инициатив, мы участвовали в них, когда я был депутатом законодательного собрания Кировской области, это Верхнекамском, Абханасимском районе. И мы более десятка, там, 76, что ли, программ реализовали в ходе вот этой программы, да? Когда люди сами участвуют своими средствами, заметьте, значит, и софинансирование со стороны районных бюджетов, где-то областных, когда выигрываются конкурсы, и самое главное, люди готовы вносить свои деньги. Что тут плохого? Я не вижу ничего. Наоборот, это помощь бюджету. Все равно эти вопросы надо решать. Я вот вчера буквально вернулся из Белой Холуницы, был потом в Слободском, и действительно, Александр, люди были удивлены, потому что задавали вопрос, что опять выборы? Что вы сюда приехали? Я говорю, ну, приехал, потому что обещал посещать районы, и, в частности, вот в Слободском была договоренность, что я приеду проверить и посмотреть, что было сделано, значит, на ту помощь, которую мы оказывали в ходе, значит, предыдущей работы в законодательном собрании. Поэтому я считаю, что ПМИ – это хорошая программа, по ней было решено очень много проблем. Это и связаны с Великой Отечественной войной, установлениями памятников, и, значит, благоустройством дворов, создания зон отдыха, спортивные мероприятия и многое-многое другое. Поэтому я считаю, что при возможности надо оставить эту программу и развивать ее дальше, да. Это особое мнение Рахима Азимова, депутата Государственной думы от Кировской области. Мы сейчас прервемся буквально на одну минуту. Через минуту снова в студии. Мы снова в студии. Светлана Занько, Александр Грислис. Здесь это особое мнение Рахима Азимова, депутата Государственной думы от Кировской области. До перерыва мы говорили о ваших поездках в районы. И вы обратили внимание на то, что проект поддержки местных инициатив – это та программа, которая должна существовать, и поддерживать ее нужно просто всеми силами, потому что, насколько я понимаю, мы согласны с тем, что инициативу на местах нужно поощрять, особенно когда она касается благоустройства мест, где люди живут, когда касается их выбора. Я бы здесь хотела вас спросить, что касается выбора непосредственно. Когда выбирают дороги и водокачки, это понятно. Часто ли выбирают культурные объекты какие-то? И насколько велика потребность на местах к возрождению тех же домов культуры, библиотек и прочего, потому что в последнее время они только закрывались? Кстати, вот относительно программы развития и поддержки культуры на селе, нашей партии принято решение, фракции Государственной Думы, что в следующем году будут выделены средства на поддержку, сейчас вот, чтобы не ошибиться, как называется программа, да, точно скажу вам, будут выделены огромные средства в пределах 20 миллиардов рублей, это называется, значит, на развитие спорта, благоустройства городской среды во дворах, развитие материально-технической базы муниципальных домов и учреждений культуры. То есть, потому что, вы знаете, вот я, в мой округ ходят, ну, отдаленные районы нашей области, и зачастую в тех поселениях, селах, кроме домов культуры, ничего-то нет, где людям собраться, где провести мероприятия. Поэтому дома культуры, библиотеки, они являются центром не только культуры, да, ну, и общение, связи с внешним миром. Поэтому это очень важно. Мы всегда поддерживали, будем поддерживать. Есть сегодня возможности, и еще раз говорю, что вот партия «Единая Россия» на это обратила, потому что очень много одномандатников, которые избрались в Думу, и они представляют именно отдаленные регионы Российской Федерации. Отдаленные субъекты, где очень много вот поселений, малых сел, где этому надо придавать все незначение, потому что все, что осталось от нашей той великой страны, сегодня, к сожалению, находится в таком плачевном состоянии. – А как, кстати, обстоят дела с музеем Феликса Дзержинского? Я помню этих женщин, будущих сотрудниц музея, которых вы возили в Москву с презентацией. Помните, мы встретились в аэропорту с вами, опаздывая на самолет, да? – Да, да, была. – И вы тогда нас познакомили с ними. И я у них спросила, зачем вам за 300 километров от города Кирова, все он называется Кай? – Кай. – Кай, да еще такой вот музей, еще такой спорной исторической фигуры, как Дзержинский. Вот они мне тогда с блеском в глазах рассказывали, почему, да зачем, но как же у нас впервые такое. Вот, так что там сейчас происходит? – Кай, всему свету край, говорится, да? Это у них вот такая поговорка есть. Действительно, музей, связанный с именем, вот, я считаю, революционера, первого руководителя ВЧК, первого, он был представителем Совета народных комиссаров, руководителем был РЖД, сейчас РЖД называется, акционерное общество, раньше называлось Министерство путей сообщения, человек, который поборол беспризорность и многое-многое другое. Действительно, фигура, скажем, такая непростая, но эта инициатива была, опять же, местных жителей, потому что ни одно поколение выросло с именем этого человека. И музей в селе Кай был создан в далекий 38-й год и продержался до тех лихих времен, когда к власти пришли либералы, демократы, и все стали переименовывать. Это был 92-й год. Но люди решили, значит, сход принял решение, мы его только поддержали, потому что это наша профессиональная обязанность, поддерживать то, что исходит от избирателей, от людей. Переименован музей, мы вкладывали деньги, будем вкладывать в реконструкцию, приводится все в порядок, построили новое здание музея. В следующем году будет 140 лет Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому 11 сентября и 100 лет органам ВЧК. Проект поддержан руководством ФСБ России. Проект поддерживается ветеранами, что немаловажно. И проект будет доведен до конца. Приглашаю вас. В следующем году откроется. На открытие приглашу вас, да, потому что... За 300 километров. Ну а что делать? Пускай хоть за 500 будет. Ну там тоже живут наши избиратели, наши люди. Там живет почти 500 человек. Понимаете? А сколько сотрудников будет в музее? В музее сегодня у нас два сотрудника. Причем такая удивительная женщина, Татьяна Ивановна Копчикова. Она работает директором музея Дзержинского, причем Феликса Эдмундса Дзержинского, с 85-го года. И она работает 31 год директором музея. Удивительный человек. Очень много знает. Сохраняет историю, культуру эту. Потому что, знаете, пускай там музей Дзержинского или музей, значит, Грина. Главное, чтобы было что сохранять. Что передать молодому поколению. Как мы можем воспитать нашу молодежь, если мы будем постоянно все сносить, демонтировать. Это история наша, правильно? Мы же не Ивана, не помнящего родства, чтобы взять там, знаете, и сегодня переобуться или перекраситься. Рахим Азимов, депутат Государственной Думы от Кировской области. Это его особое мнение. В студии Светлана Занько и Александр Грислис. Рахим, вы промышленники, судьба экономики региона, так или иначе, в вашем внимании. Отслеживаете ли вы планы правительства Кировской области по экономике? Например, как вам такая идея, которую озвучил исполняющий обязанности зампреда правительства региона, Максим Кочетков открыть на площадке бывшего химарсенала в Мородыково завод по производству фосфорной кислоты. Кочетков тогда сказал, что если в ближайшее время не направить в Федеральное министерство варианты использования этой площадки, то ее попросту заморозят. Вот мы, наверное, не можем потерять такую площадку. Вы знаете, эта площадка была создана для утилизации, я так помню, вооружения. И, конечно, это огромная промышленная площадка, куда подведены все коммуникации, которые стоят огромных денег. Мы абсолютно, я согласен с мнением... Максима Кочеткова. Кочеткова, это у нас замгубернатора, да? Да. Исполняющие обязанности. Мы за то, что произвелась экономика, строились промышленность, заводы, предприятия. Кто против? Мы за. Он за это отвечает. Он должен показать и реализовать этот проект. И не только этот. Что зависит от нас, от депутатов Государственной Думы, от меня, от моих коллег, которые избраны от Кировской области, а у нас 4 депутата сегодня, да, Государственной Думы. Мы готовы поддерживать, делать, выполнять их поручения. Лишь бы промышленность, экономика Кировской области развивалась. Мы за. Все, что от нас требуется, мы готовы поддерживать. Ну, мне кажется, какие-то спорные-то моменты все-таки будут возникать, наверное, потому что все равно это пока на уровне идей, еще не разработанных бизнес-проектов, что касается Мородыковской площадки. А вот судьба Сосновского судостроительного завода, она может быть более понятна. Если вы ознакомились тоже с заявлением того же Качакова, который курирует промышленность, судостроительный завод со своими планами обратился в правительство. Они готовы расширять, восстанавливать свое производство и строить более серьезные суда, в том числе и военного назначения. И в этом смысле им нужны, во-первых, протекции, понятное дело, потому что они не первые в очереди за такими заказами военными. А во-вторых, им хотелось бы строить, например, если говорить о мирной продукции, то строить большие туристические суда. Для этого нужно углублять, между прочим, русловятки. Они намного всего на метр, но нужно. Это такая мечта, мне кажется, очень многих, кто живет на больших старых реках, которые сейчас обмелели. Но, тем не менее, этот вопрос тоже заинтересовал соответствующие министерства. Они задумались, как вы думаете, удастся решить такой вопрос по поддержке такого предприятия, как судостроительный завод в Сосновке? Что для этого, вы думаете, нужно? Для этого нужно очень немного. Всего лишь финансирование. Знаете, будет финансирование. Можно и завод построить, можно почистить и реку. Но, вы знаете, раньше же чистились реки все. Все реки чистились. А сегодня, к сожалению, мы забыли. Правильно про это? Поэтому тут даже ответить как-то. Конечно, за. За судостроительный завод. Чем больше будет построено предприятий или реанимировано, много же предприятий у нас сегодня находится в полу-таком, знаете, консервированном состоянии, да? Но взять, например, пример, как вот завод Лепси, да? Одно из наших ведущих предприятий Кировской области, где руководителем является Геннадий Александрович Мамаев, уже 20 лет, вот генеральный директор. Недавно был юбилей. Мне не удалось попасть, потому что у нас в этот день было пленарное заседание. Как раз мы принимали бюджет срочно. Поэтому поздравляю, значит, работников этого завода Геннадия Александровича с прошедшим юбилеем. Пускай будет поздно, да? Но это лучше, чем, значит... Поэтому желаем побед. Завод действительно является одним из самых мощных, сильных предприятий оборонного комплекса не только Кировской области, но и Российской Федерации. И то, что сделано на заводе, я считаю, это пример для многих предприятий. Они сегодня выпускают не только продукцию оборонного значения, но сегодня они выпускают там продукцию, связанную с добычей нефти, фармацевтика и многое, и бытовую, и многие другие у них направления, все освоены на заводе. Хороший переход сейчас получается, потому что, я прошу прощения, что я туда внедряюсь, не хочется нитку упустить. Потому что касается военного, военно-промышленного комплекса и заводов, которые работают на ВПК в Кировской области, вы же промышленник, мы поэтому вам такие вопросы задаем. Ну, приходилось, да, трудиться. Вот, поэтому мы знаем. Правительство Кировской области заявляет о том, что очень мало диверсифицирован бизнес у наших предприятий и ориентированных на ВПК, а золотые дожди, которые посыпались последний год, два-три, они ведь закончатся когда-нибудь, и может быть, это когда-нибудь совсем не за горами. Вот такое замечание сделало правительство, замечание, которое, наверное, можно расценивать как, если не прямое указание, то, что отметили серьезную ошибку. Вы согласны с этим? Абсолютно. И я вам скажу, я общаюсь с директорами, сегодня общался со Смирновым Сергеем Алексеевичем, да, это завод «Маяк», тоже одно из таких ведущих предприятий области, и ранее общаясь вот с руководителями АвиТЭКа, там тот же «Маяк» Геннадий Александрович, они об этом все прекрасно понимают, что вот этот «золотой дождь», как вы выразились, он не вечен, и та ситуация, в которой мы находимся сегодня за периметром нашей страны, она будет продолжаться, ну, я не знаю, там, 18-19 год, а дальше, значит, напряженность спадет, соответственно, будет менее востребована та продукция, которой они в основном сориентированы, и, конечно же, надо будет думать о том, куда направить эти мощности. И они, вот я почему привел Лепси пример, что сегодня те руководители, которые думают не только одним днем, да, радуясь тому, что вот сегодня у них все хорошо, они смотрят чуть-чуть вперед, как раз те заработанные средства сегодня вкладывают в то, чтобы дифференцировать предприятия и подготовиться уже к мирному существованию, можно, если выразиться, да, так. Поэтому я абсолютно тут согласен, что надо выходить сегодня на новые рынки, производить продукцию, которая должна быть конкурентоспособной, а лучше, как бы, она должна быть экспортно сориентированной, потому что только это может сегодня спасти наше предприятие. Производить, извините, стиральную машину «Малютка» или «Мопед», он сегодня, к сожалению, не будет конкурентоспособен. Мы сейчас привемся на короткую рекламу. Напоминаю, это особое мнение Рахима Азимова, депутата Государственной Думы от Кировской области. Возвращаемся в студию, в студии Светлана Занько и Александр Грислис. Сегодня особое мнение Рахима Азимова, депутата Государственной Думы от Кировской области мы слушаем. И продолжаем разговор про промышленность. Да, Рахим, вы наверняка слышали, что правительство Кировской области планирует глобальную перестройку в лесной отрасли региона. Власти хотят сделать сферу ЛПК прозрачной. В частности, речь идет об ужесточении областного законодательства, что касается лесопользования. Ряд нововведений, такие, например, как то, что у участников аукционов лесных не должно быть задолженности по налогам, то, что у них должна быть на предприятии среднемесячная заработная оплата не ниже средней по региону, и то, что не менее 70% древесины они должны заготавливать собственными силами и средствами. Вот как вам такие инициативы? Вы знаете, любая инициатива, она похвальна. Но меня только пугает глобальный и слово «перестройка». Перестройка уже была один раз в нашей стране, и она привела к сожалению, к сожалению, ну, к тем результатам, что мы потеряли практически страну. Поэтому обязательно реформы должны быть, но они должны проводиться, я считаю, только профессионалами. К сожалению, вот те беды, о которых мы говорим, и то, что сегодня наследство досталось новой команде, исполняющих обязанности руководителей Кировской области, зачастую связаны, я считаю, да, это мое мнение, с непрофессионализмом тех людей, которые занимались этими проблемами. Сегодня нас сопровождают зачастую дилетантства. Поэтому я уверен, что любой реформой должны заниматься только профессионалы. Пускай это будет лесной промышленности. Конечно, надо пересмотреть. Слушайте, я вот вчера был в Белой Холунице, встречался с ребятами, которые реально занимаются бизнесом в лесе, да, реально заготавливают лес, перерабатывают полностью. Цепочка технологическая у них как бы зациклена, то есть закольцована от заготовки, переработки и реализации. Финляндия, Швеция, Москва, Питер. Значит, делают калибровку, делают дома, делают фурнитуру там, для мебельных предприятий. Поэтому, если возьмутся серьезно за эту отрасль, она может действительно очень существенно дополнить бюджет Кировской области. Потому что мы лесной регион. И, к сожалению, те инвестконтракты, которые были ранее заключены, да, они абсолютно несправедливы. Все предприниматели об этом говорят, но не должно быть, да, что человек, который имеет там фирму, которая заключила договор по там 50-30 рублей, есть факты, да, ну там до 100 рублей покупает лес на корню и перепродают нашим же предпринимателям от 300 до 600 рублей. Слушайте, 600 процентов до 1000 процентов заработок. Не надо ничего делать, ориентир, да? Слушайте, а чем, почему государство этим не занимается? Должны быть все акционы открытые. То есть, если кто занимается заготовкой и переработкой леса, он должен иметь возможность участвовать в акционах по приобретению лесофонда. Мы за. Все должно быть прозрачно. И тогда будет меньше этих позорных ситуаций для региона, к чему привели инвестконтракты, мы знаем, да? Это беда, конечно, но это факт. Поэтому все должно быть прозрачно. И реформы обязательно нужны. Только не перестройки. И вот эти громкие слова, они, к сожалению, меня пугают. Справедливости ради я отмечу, что это моя формулировка была про перестройку. Александр, перестройку не люблю. Хорошая параллель, на самом деле. Ну вот правильно, лишь бы не было разрухи. Да. Рахим, что касается лесников, реформа это, конечно, хорошо, наверное, как вы говорите. Однако люди привыкают работать по старым схемам, по схемам надолго, да? Вот сейчас эти заявления правительства, касающиеся лесной отрасли, как они воспринимаются лесниками нашими на местах? Ведь там масса была субподрядчиков, да, которые вот за копейки на самом деле работали, но привыкли к этому. Они готовы к таким изменениям? Что они вам говорят? У вас же лесной край, север весь ваш был избирательный округ, все леса там, все лесники. Они готовы к новым, к этим изменениям, к новым правилам игры? Или кто-нибудь опять придет со стороны, мы же все своих хотим вырастить, кто-нибудь опять придет со стороны, более ушлый, более умный и воспользуется? Или неважно, кто придет? Свои, чужие, лишь бы работали по принятым правилам? Я, знаете, вот не делю там свой, чужой, там, по национальным признакам. Я отношусь к людям только по профессиональным и человеческим качествам, да. Значит, должны быть в первую очередь, если по работе говорить, это должен человек быть профессионал в своем деле. Относительно, еще раз, нашей лесной промышленности, то, действительно, предприниматели, люди, которые занимаются в этой сфере, да, бизнеса, они озабочены, до них доходят, и они, значит, с нетерпением ждут, к чему же это приведет. Но я еще раз говорю, они готовы сегодня к диалогу, они надеются, что власти, новое руководство Министерства лесной промышленности Кировской области, те, кто сегодня курируют эту отрасль, пригласят людей, которые сегодня показали на деле, что состоявшиеся, вот у нас же есть куча предпринимателей, вот вчера с одним общался, он с 2002 года здесь, москвич, родился в Москве, жил всю жизнь в Москве, приехал купить долю в предприятии и остался в Белой Холунице. У него огромное предприятие, слушайте, женился, трое детей, и слава тебе Господи, что он остался здесь. Потому что он, видно, толковый, все организовано, он подказал нам предприятие свое. Поэтому, я считаю, это должно быть... Опасения у них есть какие-то? Нет, опасений, как таковых, нет, потому что вы правильно заметили, люди уже привыкают и к громким заявлениям, и реформам, и всему остальному. Поэтому, если наши руководители, а я уверен, что они обязательно это сделают, потому что они сами заинтересованы в реализации и доведении до конца тех реформ, о которых они заявляют, да, то они тогда пригласят вот действительно состоявшихся людей, профессионалов, людей, достигших уровня, соответствующих в своем бизнесе, и совместно выработают какие-то правила игры, которые были бы полезны для экономики Кировской области и, соответственно, для бизнеса и предпринимательского сообщества нашей области. Рахим Азимов, депутат Государственной Думы от Кировской области, в гостях нашей радиостанции, здесь Светлана Занько и Александр Грислис. И вот еще такой вопрос, у нас время программы подходит к концу, но все-таки насчет районов и как они живут. Уже пошел процесс ликвидации двоевластия в муниципалитетах. Как вы считаете, есть польза? Видна она уже? И один человек справляется или справится с такими обязанностями руководить муниципалитетом? Жалуются наглав-то на своих люди? Нет, вы знаете, вот я был и в Слободском, и вот в Белой Холунице, причем две красивые женщины возглавили два района непростых, заметьте, да? А женщины вообще наступают по всем фронтам, во всем мире, кажется. Ну, это хорошо. Вы знаете, Наполеон говорил еще, что женщины – это главный стимул для победы, да? Он даже еще так говорил, что каждый герой – не герой перед своей женой. Это говорил, значит, представляете, полководец. Поэтому это хорошо, что сегодня у нас на таких вот должностях побольше становится женщин. В Кирове-Чепецке также женщина стала. В Кирове-Чепецке не только, можно привести еще ряд районов, да? Поэтому нет, жалоб нет, потому что избранные депутаты, они все-таки избраны нашими жителями, нашими людьми. И сегодня, слава тебе Господи, есть эта возможность избирать тех, кого хотят сами жители. Вот сегодня в шести районах, мне сказали, да, еще не избранные главы. Но это как раз вот показывает пример демократии, что у нас нет насаждения, что, да, там, изберите Сидорова, Иванова, Петрова там или там. А, пожалуйста, работайте, ищите компромисс, выбирайте людей, которые вы считаете достойны. И очень важно, что все люди родились там, знают все правила, жизнь знают, выросли там. Потому что человек, живущий на малой родине, да, он ее будет любить, он будет дорожить. А вы знаете, там, в небольших районах, городах, все друг друга знают. Потому что все выросли, ходили в школу в одну, бегали по одним дворам. Это очень важно. Потому что вот вчера я встречался с, ну, был прием у меня, белой холуницы. Пришли пожилая пара и жаловались на то, что в домах было холодно. Там где-то угля не хватает, где-то еще какие-то проблемы. Износ труб. И глава района сидела, говорила, что я вот тоже в этом доме живу. Они говорят, мы знаем. То есть, поэтому, ну, это очень, я считаю, позитивно и хорошо, что... Справляются. Да, справляются, и все будет хорошо, я уверен. У нас полминуты. Это не касается вашей непосредственной деятельности. Однако, слушатели наши, когда мы освещали тему назначения нового мэра, выбора нового мэра, но не прямого, как вы знаете, в городе Кирове, они все, как один, говорили о том, что ждут, когда будут прямые выборы мэра в больших городах. В частности, в Кирове заинтересованы в этом. Говорят ли об этом в Госдуме? И есть ли движение в эту сторону? Вы знаете, этот разговор идет, что хотят вернуть выборы. Ну, если есть такой тренд, или есть такой, значит, запрос в обществе, да, почему бы нет? А вы бы хотели сами выбирать напрямую мэра? Или вас устраивает назначенный думой? Нет, я бы, ну, дума тоже избрана, кстати, депутаты избраны тоже, да, нашими гражданами, поэтому в какой-то степени они избрали, потому что доверив свой голос какому-то депутату, соответственно, депутат, голосуя за того или иного кандидатуру, он, соответственно, значит, выполняет роль избирателя, да. Поэтому, ну, если люди хотят напрямую избирать, почему нет, мы должны доверять своим гражданам, так спрос будет из них, правильно? Да. Спасибо, это было особое мнение депутата Государственной Думы Российской Федерации Рахима Азимова. Благодарю вас, желаю успехов. Всего доброго. Спасибо вам большое. До новых встреч.